Всем привет и хорошего настроения, Рэй на связи и продолжаем с вами проходить Tower Conquest. Это у нас будет шестая серия. Ну что, мы здесь, наверное, я не знаю, ну давайте. Хотя, двадцать... Одной карточки не хватает, чтобы усилить моего крестьянина. А здесь у нас что? Ага, у нас открылся тигр, ребята. Вот это, в принципе, хорошо. Надо будет, мне кажется, его проверить в деле. А то вдруг окажется, что в бою он не такой и хорош, как я думал. Угу, что? Так, да, иньяня мне не хватает четырех карточек. В маркете мы забираем бесплатную карту зомбаря. Ну, а остальные мы пока придержим. Квест, что тут у нас? Еще два кристаллика мы получили. Ну и на этом, я думаю, все. Можно отправляться в бой, да? А, подождите, ребят, да, я же хотел поставить себе тигра. Давайте вместо взрывника. Проверим. Почему бы и нет? Ну, а теперь точно можно отправляться в бой. Кто у нас тут на этот раз? Ага. Все снижить воюем. Кстати, да, смотрите. Из этого уровня какой-то там некромантик или колдунчик у него появился. Сейчас мы глянем, что он из себя представляет. Насколько крут. Ну, видимо, это из ряда войск дальнего действия. Типа стрелка или еще что-то. А, нет, ну только не оборотней. Ядрёного ж перепрыгнуло, а? Нет, не трогай замок. Ядрить его налево. Он все-таки коснулся. Ну и, соответственно, я автоматически теряю бонус. Вот мелкий засранец. Так, это мне не нужно, что он врезает здесь. Так, что там вообще творится, надо посмотреть. Банша тут орет. А уже замок-то практически раздолбанный. Давайте вызываем тигра. Я думаю, что он разберется с этим оборотнем без проблем. Смотрите, атака у него очень даже ничего. О, Франки, Франкенштейн. Отдохни, братиша. Маленечко. Ага, а вот и тот скелетик, который мы видели, да? Это какой-то маг. Долго он не повоевал. От фаербола он моментально вздох. Вызвал я старого друхлевого великана. Думаю, сейчас он тут со всеми, в принципе, и разберется. Нам остается только его прикрывать. Да, обидно, конечно, что не прошел я с бонусами со всеми этот уровень. Но на ходу, конечно, можно будет перепройти. Ничего в этом страшного нет. Так, тигрино. Пошел. Фаербол. Ага. Франкенштейн выдержал удар фаербола. Как ни странно. Может быть, у него иммунитет к магии? Опять же, это никак не проверить. Но замок у него хана. Хе-хе, еще и ураганчик напоследок. Да, печалька, конечно. Ну, давайте, наверное, я не знаю. Перепройдем. По-быстренькому. У меня осталась, в принципе, только одна задача здесь. Чтобы не нанесли урон моему замку. И, в принципе, все на этом. Так, давайте, рыцарь, выходите. Пила, рыцари, все в кучку. Так, у него оборотни здесь, да? Это не есть, конечно, хорошо. Вот, выскочил. Я как воду гудел. Да, атака у них почему-то намного сильнее, чем у моих юнитов. И это несправедливо, я считаю. Но, как я вам и говорил, что с каждым уровнем будет играть все сложнее и сложнее и сложнее. Поэтому на халявку уже рассчитывать не приходится. Надо как-то усиливаться, укрепляться. Иначе мы так далеко не уйдем. Ага, попрыгунчик здесь. Блин, сейчас уничтожит всех моих лучников. Ваффрент Эйнштейна, Банши. Как-то не Айс у нас идет опять. Еще и этот мелкий некромантик вышел. Я даже, честно говоря, не могу понять, что он делает. Он посохом своим машет. Ага, понял. Он у меня выкачивает жизнь. Ну, а сам по себе он вата. В ближнем-то бою. Эй, 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 тихо, тихо, не трогай замок. Не трогай. Я не для этого сюда приходил, чтобы ты так легко подошел и начал кромсать его. Что там за бурлякало у нас? Ну-ка, древний устрой там карнавальную ночь. Фаерболом добьем. Есть, есть, ребята, все. Мы прошли чисто и гладко. Получили сердечко. И теперь уже можно спокойной душой приступать к последнему уровню. Опа-на. Что я вижу? У него, оказывается, тоже есть древний великан. И меня это не радует. Надо как-то быстренько раскачаться до определенной маны. Точнее, до 500. И еще успеть ее накопить и вызвать. Потому что, сами видели, этот парнишка шутить не любит. Он своей булавой машет и уничтожает все, что стоит у него на пути. Елки-палки, у него тут еще и длиннорукие. А у нас, как на зло, все очень миленно идет и развивается. Геннати фаерболом. Ну, хоть что-то. Хоть какая-то помощь. Франки, посмотрите. Он, на самом деле, довольно крепкий парень. Ого. Вы видели, что делает Некромант? Он усиливает, оказывается. Или подхиливает своих юнитов. Еду мое. Вот это не есть хорошо. Посмотрите, точно он отхиливает. Блин, и он еще стоит сзади. Соответственно, я до него не доберусь, пока не уничтожу этого Франки. Эй, 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 тихо, тихо, тихо. Вышел древний у него, оказывается, первым. Вот так тебе. Да, магия, конечно, здесь сработала как нельзя хуже. Почему-то. Давай, тигр, уходи. Мне почему-то кажется, что тигр в этой определенной игре мне ничем. Стоит он дорого. Атака у него против этих юнитов не ахти. Неужели меня завалят, а? Нет, не надо. Давайте без приключений. Что с игрой? Что? Почему зависло? Какой-то небольшой глюк был. Ну, это, видимо, как бы, знаете, посмотреть, что будет сейчас с твоим замком. Все, ребята, я продул. Мне обидно чертовски. Это мое второе поражение за всю игру. Нет, я буду менять тигра. Мне не нравится он. Здесь он абсолютно бесполезен. И верну, наверное, обратно своего этого... Какого? Зомби-взрыватель. Здесь он будет самое то. Он будет подходить к юнитам и, соответственно, взрываться. Нанося им огромный урон. Конечно, может быть, я не прав. Но мы можем это и проверить. Блин, если честно, мне очень охота сходить на арену. И немножко подраться. Ну, так как я посмотрел, какие там соперники, что-то пока думаю рано идти туда. Просто неохота позориться. Так, ну ладно, приступаем. Надеюсь, в этот раз у меня все получится хорошо. Это я как сам себя успокаиваю. Так, первый мой отрядик вышел. Давайте еще повторим. Тут же убратья нету? Нет, убратья нету. Тут одни фронтенштейны. Мертвые ленивцы. И древние. Ну и банши, естественно. Банши я за юнита не читаю. Это просто вата. Вот фронтенштейн, да. Это плохо. А тем более, когда сзади его подхиливает вот этот мелкий некромант. Ну-ка взорви его. Да, тут даже зомби мои. Никчемный, я бы так сказал. Да ну, неужели я опять проиграл, а? Как он быстро ко мне продвигается. Хотя фронтенштейн идет в разы быстрее, чем вот этот некромант. Все, он уже вызвал древнего своего. Блин. Где даже... Вот, вот теперь мы посмотрим, кто кого. Давай-ка. Древний. Накатиму. Вместе с фронтенштейном. Так, замечательно. В принципе, должны осилить. И я, как понимаю, он за всю игру вызывает только один раз своего босса. Ну, в отличие от меня. И это меня радует. Так, давайте лучника поставим. Сейчас нам надо делать мощную оборону. Тем самым я хочу подзаховать себя от внезапных атак. Вдруг он опять вызовет этого древнего гети. Ну, и тогда, сами понимаете, что будет. Будет полный расколбас. Я этого не могу допустить. Два лучника. Даже два лучника не могут справиться с фронтенштейном. Только зомбарь. Да. Довольно сильный у него этот юнит. Он даже сильнее моего мечника. Ну, что меня опечаливает маленько. Давай. Отлично. И когда его подхиливает вот этот гнида. Это вообще просто плохо. Давай, древний. Устроим здесь. Вся надежда только на тебя. Я даже до замка до его не добрался. Даже и не нюхивал, как говорится. Так, замечательно. Карточка, карточка. Иди сюда. Хотя мне, в принципе, карточка банши не актуальна. Но она мне не нравится. Именно вот на данном этапе она ни к чему. Ну, давай, давай-ка, древний. Ух ты. Молодец. Все. Надеюсь, сейчас мы разнесем замок его к чертой бабушке. Уже вплотную подошли. Эти тут ничего не могут сделать. Кстати, да. Когда вот так вот вплотную подходишь к чужому замку. Юниты, которые выходят, они не успевают даже ничего сделать. Как-то тут же разбирают. И они отправляются куда-то, куда пришли. Мы получаем 11 уровень. Дают нам 10 кристаллов. 16 тысяч 500 золота. И мы можем проапаться. Да. И, кстати, у нас полностью вернулась вся энергия. Это же замечательно. Это нам не придется ждать. Отката, как говорится. А мы сейчас смело переходим на следующий уровень. Так, тренировку у меня. Не хочу я тренировку эту делать. Ну что, давайте посмотрим еще ящичек. Что нам тут дадут? Ага, нам дали 6 карт взрывника. Погодите-ка. А почему я... Ёлки-палки. Я не уложился во время. Будем переигрывать, а, ребята? Или пройдем вначале здесь. Вы посмотрите только, какой сюрприз. Роботы завладели новым юнитом. Интересно мне знать, кто это такой. И какие у него возможности. Ну, я думаю, чем дальше мы будем идти, тем сложнее и сильнее они будут. В принципе, суть игры такова. Какой-то... Ого. Я даже не знаю, как его назвать-то. Попрыгунчик, что ли? Ну нет, только не этот, а. Ну, начинается. Сейчас лучик мой сляжет. Сюда равно выложат, а. Какой-то, значит, у них появился робот-попрыгунчик. Ну, плюже маленько. Честно говоря, не особо я понял, что он делает. Ну, подпрыгивает. И, тем самым, атакует мы его, что ли? Так, получается. Не разобрался я, короче. Но, замок мы ему снесли. Ну, первый уровень тут понятно, что легко и просто. Как бы особо даже не заморачиваться не будем. Так, переходим плавно ко второму уровню. Кого? Так, у него здесь летун. Вот этот попрыгун. И, насколько я помню, боксер. Боксер, он пробивает сразу несколько юнитов. В том числе, они идут в ряд. И, причем, довольно близко. Он задевает первого, второго, ну и последующий. Ну, хорош, хорош. Что ты выпускаешь сразу свою эту фигню? Ладно, хорошо. Она пролетела безболезненно для нас. Черт, я не вижу, что там происходит. Ага, этот попрыгунчик все скачет. А вот и боксер был. Ну, здесь мы, как видите... Так, даже карточка. Вообще моментально прошли. Буквально за секунды. Причем чисто и гладко. Так, третий уровень. Тут у них то же самое осталось. Только он заменил на пилу. Ну, давайте глянем. И робот, я так понимаю, будет опять здесь боссом. Мне бы, кстати, карточку бы его... Вот это было хорошо. Э-э-э, подожди-ка. Пила, ты что-то больно быстро как-то до меня добралась. Это так дело не пойдет. Вот это же другой раздовор. Хорош уже там, завязывай давай. Так, опять этот... Ну, все, лучник мой умер. Он его сюда расносит. Просто нахрест. Почему такая несправедливаясь? Мой... Его должен два или три раза попасть. А он один. Так, нечего здесь тебе делать попрыгун. Так, манна, иди сюда, иди сюда, манна. Ага. Так, ну что, будем ставить оборону крепкую. Дай бог они пройдут. Хотя ему проходить-то здесь некем. Этот литун... Ну, он урона мне не наносит в замку, поэтому можно за него не ловаться. Единственное, что он сносит мою дальнюю поддержку. Причем на раз. Такой смешной этот чувак. В шлеме в каком-то. Пружина у него. Так, это что такое у нас летит? А, ускорение. Вот, вот это хорошо. Ну, давайте, еще удар. Ну, давайте, мечники. Ну, что вы как эти, как тряпки. На удар осталось, блин, фаерболы метал. Все. Все прошло замечательно. Как нельзя лучше. И мы плавненько с вами переходим на четвертый этап, помню, да? Да, на четвертый этап. У него здесь щитоносец, боксер, литун и пружинка. Название-то кидало. Ну, а как еще? Если бы они хотя бы были подписаны, я бы их назвал, как они называются. А так приходится придумывать самому. Давай, пила, иди. Ну, боксер, деловито, вышел. Сейчас он и сляжет. Опа-на. А что это у них щит-то такой вдруг крепким стал? Он же был вялым до этого. Видимо, юниты у него апгрейдены тоже. Причем довольно хорошо. Так, фаербол надо, наверное, запустить. Вот так. Да куда ж ты стрельнул-то? Зачем ты мне в этого литуна? Мне надо было... В танков, в этих... В танков, о чем я говорю-то, а? Наземных юнитов. А он мне влит у нас, шибанул. Профукал только. Возможность хорошая. Ну, этот робот тоже, если честно сказать, он какой-то никчемненький. Ну что, он прыгает, удаляет. Как бы, особого урона не наносит. И, соответственно, подыхает довольно быстро. Так, я его записываю в никчемные юниты. Так, все, отдохни, дай мне дойти до замка, нечего тут выделываться. Так, где мой амбал? Давай быстрее, иди сюда, я жду тебя. Хотя, почему-то у меня получается вызывать древнего в тот момент, когда замку уже практически все. Хана. Что за тенденция такая у меня? Ну, в общем, выполнили к замку край. Два удара. Одного достаточно. Даже все мы разносим. И переходим к заключительной части этой локации. Ага, а вот у нас, ребята, и босс здесь будет. Босс, кстати, тот же самый. Пушечник, я его так назову. Потому что он с ракетной установкой будет тут ползать и расстрелить мих юнитов. Ну, древний должен, по идее, справиться с ним без проблем. Если он, конечно, не проапанный до невозможности. Как в первый раз мы его просто даже не почувствовали. Так, вот смотрите, пила против пилы вышла, да? И пила его замочила мою. Значит, у него сильнее юниты. Значит, будет и, соответственно, сильнее босс. Так, фаербол давай не на этого, а вот, наверное, сюда. Смотрите, он без щита, да? Все механизмы наружу. Отдохни, братишка. О, шестеренки сверстерял. И денежку мне дал. Спасибо. Кстати, денежки вот эти, которые дают, я даже не знаю, на что их и тратить. Я думал, может быть, как-то можно апы покупать. Но нет. Нет, покупаешь апы за деньги, но там они пока стоят копейки. Ага, ну что, вот, давайте, ребят. Вот мой древний вышел. И как раз в это время он вызвал своего босса. Ну, как говорится, кто кого. Черт, у него дальняя атака. А мой пока, пока же он не огреет, никуда не продвинется. Ну, робот-то оказался у него ватный. Все. Отстрелял свое, братишка. Осталось дело за малым развалить ему замок. И мы пройдем этот уровень. И это хорошо, потому что я хочу что-нибудь новенького, свеженького. Айрболом давайте. Оп. Отлично. И я надеюсь, лучники достреляют. Давайте паразику. Все, прошли. Причем очень хорошо вложились во времени. Никакой... Никакого урона мы не получили. И открываем сундук. Что дают нам? А дают нам... Кешу этого. Блин, вот Кеша-то мне как раз и не нужен. Так, а у нас здесь новая локация. Зимняя. И там уже конец. Конец этой карте. Ну, давайте посмотрим. Так, мы опять будем драться с людьми. Ааа, нет, ребята, нет. Энергии нету. Ну что же. На этом я буду заканчивать этот выпуск. Всем спасибо за просмотр. И увидимся с вами в следующей серии. Всем пока, ребятушки. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok